В новогоднюю неделю самарцам будет чем заняться. В театрах спектакли начинаются с первых дней Нового года. Волшебный балет «Щелкунчик» пройдет в оперном. Праздничными представлениями порадуют юных зрителей «Самарт». Грандиозное шоу ждет и гостей Самарского цирка. Всю неделю здесь будут выступать столичные артисты. Дарить жителям праздничное настроение обещают и в Литературном музее. Дать возможность людям как-то развлечь себя не сиденьем у телевизора или поеданием салатов, а просто чтобы было весело и интересно. Много новых программ, посвященных литературе, сказочным героям, каким-то новым открытиям, которые смогут совершать и дети, и взрослые. То есть программы есть и для тех, кто помладше, и тех, кто постарше. В Самаре позаботились о тех, кто собирается устроить себе праздник живота. Сбросить килограммы, приобретенные за новогодним столом, поможет физкультура. Со 2 января начнут свою работу катки и спортивные базы. Всех вас призываю выйти на спортивные арены сегодня, на физкультурные площадки, заняться своим здоровьем, коль у нас с вами появился такой большой праздник и так много свободного времени. На активном отдыхе в театре или в кругу семьи новогодние каникулы самарцы собираются провести с пользой. Мы хотели в цирк. Хорошая программа сейчас в цирке. И на каток сходим, может быть. Будем, скорее всего, в семье и по родственникам, потому что родственников много, мы приехали в гости, и как бы надо всех навестить. На елке с детьми, на набережную, красивую набережную. Встретить гостей в новогодние праздники готова и главная площадь города. Здесь можно погулять, полюбоваться на ледяные скульптуры, красавицу елку и даже покататься на телеге с самим Дедом Морозом. Алина Чемерис, Григорий Пешаков. События.